здравствуйте уважаемые зрители мы рады вас приветствовать еще раз том же составе я очень благодарен я очень благодарен дабы видела из-за то что мы представляем такую возможность в своем хэппи-ап на седьмом этаже галереи игот сделал такую запись я еще больше благодарен господину соколову за то что он в прошлый раз как лет защищал интересы русской общины латвии и это дало нам возможность оговорить много важных деталей я не представился эдуард шнерс председатель общества избирателей латвии и владимир соколов председатель русской общественного ответа мы в прошлый раз оговорили в основном такую острую и скользкую тему а чего вы хотите потому всех на эту тему нужно будет очень много разговаривать ну просто само по себе продолжение а почему латвическая часть общества именно этого хочет в латвии я имею ввиду в сферу международных отношений наверное это важно для вашей общины ну да всегда важно знать что хочет человек с которым рядом ты живешь ну мы в прошлый раз оговорили немножко как формировался менталитет латышей как они жили в составе российской империи как были искажены сами отношения в советское время и почему нельзя прийти законодательной сфере к тому же положению что было между двумя мировыми войнами искажение будет слишком великим чтобы просто вернуться на прежнее положение и чего мы хотим в конце концов я как пример предложил жизнь русской общины уже в течение не станет по франции если имя удовлетворил вас абсолютно абсолютно потому что община во франции это иммигранты община в латвии это люди которые живут тут веками трудно заметить при всем там любить не любить российскую перью но с 1710 года рига входило и часть липлянди в российскую перью и сказать что здесь никогда русские не живи невозможно дело в том что это разные понятия я еще раз говорю программа интеграции на западе это интеграция иммигрантов да я согласен что здесь это самое здесь здесь люди разных новых как бы здесь разное время приезжали но само по себе само по себе здесь коренное отличие от франции что здесь есть много достаточно русских которые жили все ли старый момент те которые приезжали во францию они приезжали как иммигранты их чувствую были они понимали что это здесь те люди которые переезжали когда были составе советского союза то люди не приезжали как иммигрантами пришли работать они приезжали пометки даже не осознавали вообще действительно не правильно делали то здесь понимаете люди абсолютно другого характера и к ним нужно относиться немножко по-другому они неплохи и нехорошие они такие же люди как мы все и почему их априори заранее уже в чем-то это обвинять я лично это отвергали не понимаю совершенно четко вы предлагаете чувство вашей общины но есть еще и фактическое положение которая никак не может измениться независимо зависимости от того как человек к этому относится и как он чувствует ведь когда вы люди даже начиная с немецких рыцарей которые сюда приезжали они все равно осознавали территорию территории латвии матышей и когда переселялись сюда старая община они переселялись когда после революции сюда белоквардейцы приехали и остались они тоже приезжали как в латвии они сохраняли свою национальную идентичность образование и прочее но осознание того что они в латвии это было подспудно подсознательном уровне и она совершенно не то каким она образовалась между двумя войнами советская вот это вот разница очень же очень но извините я заговорился да вот что было между двумя войнами после второй мировой войны это большая разница именно в положении того латышеского общины и в ситуации между национальными как я уже заканчивая говорю в прошлый раз что если бы не было периода советской власти мы выжили по тем же законам и сегодня все было так как прежде после советской власти после этих искажений их нужно исправлять и поэтому нельзя оставить только во первых немецкой общины фактически уже нет во вторых советская империя и царская империя это две большие разницы между социальных отношениях очень большая разница царской империей не было задачи создать новую социальную обществе советские народы хотя все остальные преимущества и достатки империи не были хорошо вы не ругаете советскую перью советские людей советский народ кто они причем тут русские советский народ почему именно на русских упала вся тяжесть вот этого всего некоторые говорят советские оккупанты там и прочее простите меня кто это были советские так что не было ватышей украинцев белорусский русских всех почему это все реакция идет на рефлексия на русский народ сам и совершать мы все остались коммунизм потом когда мы все разбежались как говорится остались одни это знаете мне напоминает и римскую поговорку победы страдцов поражение всегда сирота я совершенно с вами согласен и скажу даже больше что в результате этого именно русский народ и пострадал больше мы все были рабами советской системы строивший коммунизм все причем рабом этой системы был не только простой работяга и средний руководитель и высший руководитель государства они тоже были рабами системы на которую работали которые служили но я жертвами были все создали такое общество такую жизнь что жертвами были все а как это было под егидой якобы русского народа россии россия и русский будет как синоним в каком-то смысле то и русские именно пострадали больше других и в этом смысле мы совершенно правы но только не права в том что у вас за это обвиняют вас за это не обвиняют обвиняют только тех и за то что они пытаются опять-таки защищать этот свой его последствия они опираются на то что было достигнуто все времена ведь в том что мы говорим о чем сейчас обсуждаем оно все проистекает именно из философии антикоммунизма если встать на позицию что коммунизм это зло это фикция которую невозможно внедрить в жизнь она противоречит природе человека и с этих позиций рассуждать дайте наши имен на нашу время мы все когда поймем и разложим по полочкам почему так а не иначе происходит всего там во-первых коммунизм это слишком сильно как говорится все строили кто-то лучше же кто-то хуже в основном жили все ну знаете как говорится мы все жили и не надо так говорить то есть все жили всегда не только потому что тарабова зеленье и мы были моложе просто жизнь по-разному складывается и сегодня жизнь по-разному всех складывается я не думаю что второй момент то что вы сказали да я согласен что коммунизм это мечта мечта человечества который еще с томаса мора началась и со всех компонервы и прочих да она недостижима только по одной причине знаете как говорится свар человек тело и немощным духом то есть то что мы признаем это это другой вопрос то что мы не можем это построить это опять же другой вопрос но при чем тут коммунистические идеалы рабство ну и прочее прочее которые вы применяете ну знаете чем то есть здесь я хочу другое сказать ведь падение коммунизма не привело не только как некоторые говорят какие политические катастрофе это другое я убираю политику она привела и экономическим результатом капитализм сегодня спустя 30 лет совсем не тот капитализм который был 30 лет назад когда существовала система я до сих пор помню парица к гаврицкого когда он сказал что один фельдского процессор стал экономики грей рабочий советский союз построен рай для рабочего класса вот на сегодняшний день эти выступления желтых жилетов и всего остального они показывают о чем подсознательно они понимают что капитализм изменился нет конкуренции и он стал другим не будем вспоминать кого максу с его 300 процентами что можно сделать капитализм за 300 процентов дело в том что показатели меняются показатели все говорят о том социологи что на сегодняшний день все пришли к выводу что дети будут лучше хуже чем родители а создание среднего класса было в основном начиная 60-х до 80-х годов и 90 еще было сейчас средний класс истончается но самый еще другой есть показатель меняется структура среднего класса если тогда это были средний класс профессионалов то есть те которые создавали добавочную стоимость и прибавочный продукт то сейчас сожалению структура среднего класса меняется и он заменяется госслужащими понимаете в чем дело те которые потребляют и распределяют они производят поэтому я хочу сказать капитализм тоже сейчас не тот который был 30 лет назад и вы сталкиваемся и вот это недовольство которое зреет и везде появляется как их называют популистами всеми 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 то есть здесь есть эти все то есть никогда не происходит в жизни просто одно слово другое добро свечет это белая жизнь на когда обсуждая капитализм коммунизм это будет другая тема немножко я коснулся только лишь в таком аспекте что все что происходит у нас матрии законодательная сфера в среднем странах отношений это проистекает именно из антикоммунизм почему это за фобия появляется почему это откладывается на русский считать считайте себя эти кому не считать русофобии антикоммунизм это счастливое сожалению сожалению на сегодняшний день это получено это равно франу и для тех кто защищает какие-то аспекты и что я буду придать своих родителей самого себя а зачем а я буду их упрекать вы были бессильны что-либо изменить но они как это 91 год разве не изменилось как это не будет бессильный 91 год уже меняли мы не родители мы уже меняем а родители когда я доставлю здоровья очень тяжелая очень тяжелая столь и я никогда не упрекну своих родителей никогда мы упрекаем не людей сейчас а систем и если человек защищает эту систему то он на себя принимая систему не защищаю я защищаю то что здесь люди жили во все времена и все системы все политические системы они всегда в любом случае они имеют свои плюсы и минусы и система та которая была пристали не совсем другая чем система была при пешке мы сейчас это не разберем не разберем я просто хочу вынести за скобки коммунистическую систему выносим мир развивался естественным образом естественным образом путем конкуренции согласен одно общественное устройство с другим но единственное придуманное философами и реализованное насилием страшное насилие которого мир не видно это было коммунистическая система это философами выдуманная фикция которая не жизнеспособна человеческому обществу оно не может существовать мы закончили с этой фазой а мы получили достаточно интересный опыт то есть поймите правильно существовать же будешь ли серия чтобы если под нас зависим очень бы не хотела что-то от нас это не зависит понимаете члены это не свечи который муж меня интересующий сейчас что будет так что это пошло начать дальше дальше если я что-то хотел сказать что если понять глубину происходящего то надо исходить из антикоммунизм так давайте коммунизм хорошо я понял антикоммунизм них он не предполагает создание едины социальной области как-то он хочет а в мире сейчас около 6000 языков и ученые говорят что половина из них 3000 в этом столетии еще то я перехожу к вопросу а зачем вот и шам это надо так мучиться бедную несчастную русскоговорящую общину ну и зачем как написано при амболе конституции чтобы это язык языка эта культура сохранились не так аргументом чем мешает как они может сохраниться только тогда если этот язык используется во всех сферах жизни на какой-то определенной автономной территории во всех сферах вот это есть гарантия сохранения языка если вот от школы до атомной физики в этом обществе можно оперировать на этим на на этом языке и это поддерживается сохраняется значит этот язык никогда не исчезнет он будет обогащаться вместе с развитиями науки техники он будет сохранять и культурные традиции но если он войдет в свободную в свободную конкуренцию с более распространенными языками он обязательно будет с одной стороны обогащаться но и распространяться если он не будет защищен административными мерами ведь нигде в мире нету есть законы по которым несколько языков в одном государстве роман но нигде нету чтобы они имели романах на их рождение фактически просто ситуация все государства какова что этот аспект никого не интересует но никто не переживает по поводу того что шведский язык финляндии совершенно неравен финскому независимо от того что в законе они не равны но это не волнует ни шведов рядом швеция культура культура идет оттуда это не волнует и финнов ибо шведский язык не угрожает финскому растворению швейцария четыре языка там кантоны конфедерация там не знают граждане все четыре государства языка каждый живет в своем кантоне и знает язык своего кантона но есть законно образование что кроме своего кантона как и как иностранные изучают еще один из соседних языков но нет того чтобы на равных на одной территории существование я не понимаю чем как вы говорите а как право все выйти если русские на страны ложится а латышки государства как он есть законы то есть фактическое положение так и что вы хотите исправить что фактическое положение фактическое положение советую сделали советский народ а ватвии мы будем ватышке на вот делать и о чем отличие то фактического года они и те же репрессии и больше ничего законодательное активное давление фактическое положение русского языка в латвии не изменится и никакими законами его не изменишь оно как и было так и останется состав населения рядом империя значение русской культуры во вашей фразе есть отрицательная коннотация любое слово это можно быть положительный и отрицательный когда вы будете говорить британская империя или французская империя вы без такого напора это говорите почему по относительно россии вы говорите в этом предложении я почему у вас возникнет у вас все присутствует к этому предложению и слову отрицательная коннотация вашим то есть вы хотите так упрекнуть или в чем проблема в этой предложении под словом империя я имел ввиду огромное многонациональное государство объединенное русским языком культуры а почему она не находится рядом я назвал это империи хорошо это плохо пускай решает народы которые не живут но это большое государство объединена больше одним языком и культуры и она рядом я почему-то в татарстане парки расстали в чечне свои языки которые одноправные существа это еще одна тема для разговора да там грузить и тогда сам застопили как пора не искал угроза к этому вернемся дело не в этом дело в том что огромное государство которую ну хорошо мы просто есть естественно это били во всем ели это врачи и государства это это правда не стоит того чтобы не зацепить нет нет это что это я показываю почувствовать перечислил я перечислил обстоятельства которые позиции русского языка в латвии не изменятся я думаю что они могут изменится а зачем же вы то есть вот так вы сказали что пусть живет вообще то есть фактически он такой а в административном на правовой фазе и мы общите существует вот это и назначим зачем мы ломаем жизнь все правильно между фактически и законодатель так вот фактическое положение языка не изменится то что в законах нет у него преимущества а не надо преимущество никто преимущество не просит вопросе только одно чтобы он не был иностранным то что законность для понятия что значит русский язык ватве иностранных то что в законах нет что он опять передергивание никто не просит государственного зачем передергивать вопрос стоит о том что он не иностранный любой статус нас меньшинственный региональный статус республики к этому должны дать еще позже потерялись если есть государственная автономия на территории которой все сферы жизни охвачены языком пусть он будет малюсенький но если это положение поддерживается этот язык это культура сохранить если позволить наравне с ним ходить с какому-то другому языку более могущественно наравне же никто не просит как только появляется какой-то официальный статус у второго языка у рядового гражданина есть выбор какой статус я не говорю про официальный дело тоже официальный статус и государственной один из разного родных где простанах официально считается в некоторых государствах давайте не говорит я на тему я на покупать вы боитесь а я тут речу давайте поговорим на вы боитесь потому что мы боимся вы же сами говорите мы боимся потому что мы боимся мы боимся можем мы уже прошли что спинятие закона по языке бояться уже ничего остается только понять понять виси наши с вами эмоции нет я понимаю что закон об образовании и уничтожение русского языка и владимирского образования нас меньшотство учитывает и конечно это чего бояться то я не понял одну мысль что значит что это за статус такой языка должен быть по вашему не государство но и не иностранные вот где эта середина я ее не вижу так же как было в первой республике были уже русские школы были на русском языке что у меня прекрасно сейчас если что по всему на сегодняшний день согласно закону там уже остается даже когда компания достигнут то есть 60 на 40 то там был а на сегодняшний день насколько я знаю по закону на сегодняшний день на сегодняшний день по закону уже выше средняя школа она будет только на матрическом языке до школьных школьного образования самого 50 на 50 и то это тоже переходные правила и уже разговора идет о дошкольном образовании на матрическом языке дело в том что когда в 98 году парк по петерсону и байба кинцеля я делал дискуссии когда 1 октября 98 года мне объясняли переход средств образования на латышский язык закон же 1 октября 98 года что тогда убрали высшее образование на русском языке мне сказали так как высшее образование на русском не существует то тогда нужно на русском языке я была как раздеваем на русском языке школу тогда и детские сады надо на матрическом перейти но по этой логике понимаете так может сразу вот и шею рожать тогда зачем же мучиться как говорится то есть логика понимаете в чем проблема то есть то есть не должно тогда быть никого ведь проблема заключается в том вы в голове угла ставите не социально-экономические государственные интересы а вы ставите язык и культуру а что значит язык и культуры выговорят в чем был спор между ввода в этой шаге и стал решение в девятнадцатом веке с этим я не согласен подождите в чем был спор между старыми латышами и мовато вышами в 19 веке о создании национальной культурной автономии ватрии как национальную культуру в составе империи русской российский ну российский будет говорить этому надо вот еще оставит уши в этом своем фамилия было его они с национальной культурной автономии в составе балтийской они поднимутся это был большой спорт сюда но был взрыв был взрыв и удача момент первой мировой войны когда появилась латвийского государства в адресе ну был латвийское государство при преимуществом помогнаться латвий и тогда было образование на русском на немецком да и все остальное это был такой вот после этого все равно вы поймете пони я задался почему так и евросоюз быстренько вступили после потому что вот этот раз так если ты во главе ставишь язык и культуру только не социально-экономическое и во главе значит это во главе это национальная культурная автономия и тогда все равно ты будешь ли в составе советского союза или евросоюза поймите правильно если ты ставишь во главе государства ты должен ставить социальные экономические интересы учитывать интересы всех людей в том числе разнообразие позвольте и во главе поставить это и да и понимаете в чем дело вы все время говорить о языке и культуре и больше ничего на этом нет ну что тогда сделать анклав ватве и всех вычислить и это подсознательно то что когда балтийцев тридцать девятом выгнали а евреев к сожалению холокос был то есть мы чтобы не очищать ватве поскольку стати нежелательных элементов возрасте русских возразить можно и первое что я хочу возразить эти вопросы не пересекаются а параллельно какие построение культурной автономии нельзя рассматривать как идущие в ущерб экономики экономика это одно а поддержание культуры языка это другое они где-то могут сталкиваться в каких-то частных случаях интересы каких-то на уровне отдельных людей это влияет но это совершенно не одно и то же экономика приоритете национальной культурной автономии или социально-экономическое развитие что в приоритете нет такого вопроса такой вопрос вообще не стоит что в приоритете экономика должна быть ее надо развивать и культура каждого народа тоже должна сохранить и развиваться каждого народа я согласен латвия не такое государство которое может стать колыбелью для нескольких народов тем более что у каждого народа проживающего у каждой национальной общины проживающей латвии есть свое государство я должны быть обеспечены все условия русские лаварии я не знаю что творится в россии и других странах я живу в латвии какое будущего русских лафия предусмотрен предлагаете латвии латвии как государство заботятся в том числе о тех меньшинствах которого как-то давать о слове воды на первой республике могли заходить давайте словами вы предлагаете ли вы латвии создать в латвии все условия для автономного сохранения развития много со временем использование всех своих жизней русского языка нет ни в коем плане тогда заседают государственные муниципальные все государственные муниципальные и административные работают на на латвии все государства вопросов нет но образование использование его в этом тоже просто нет а как вопрос одессе за закон об образовании минуточку и он уничтожает образование на русском языке образование на русском языке в том числе как мы говорили доступ ко всем культурным и мировым ценностей тоже в том числе давайте обратимся к диалетике уничтожать и создавать это разные вещи на практике это разные я не знаю как теперь настолько сегодня вот язык и когда есть ли процесс создание все общего обязательного школьного образования но отлично в языке затрагивают интересы тех кто хотел бы сохранить в себе и другие языки это лишь проблем она понятна но это не взаимоисключающие вещи от того что скажите по я скажу муточку от того что латвийское государство признает обязательным образование на государственном языке для всех вовсе не значит что она запрещает дополнительное образование на других языках вот этот момент не беру ложь не заражает вагаете а заказ за чей счет банкет будет этого образования надо дурчить вот на эту тему за счет мы можем долго и упорно разговаривать и за это бороться я вас подержу насчет чего вы мне можете подержать за счет того чтобы государство финансово участвовало в поддержании языков основных в этом вопросе и я вас подержу и многие поддержка но в законе этого нет соколе есть захоронение латычества языка и культуры другие обязательства на себя государство не может брать почему не может минуточку другие обязательства подожди минут я не закончил фразу времени дадаете другие обязательства относительно других языков других на самом вообще это будет решаться в процессе политических решений конкретных конкретными правительствами на каждом этапе это не может быть преамбулы конституции и и прочее латвия не может стать колыбелью для нескольких национальных культур а вот в процессе развития по мере экономического развития в том числе если есть возможности если есть соответствующие силы которые в формате это пробивали конкретными решениями обязательно должны проводиться и расходы на поддержание на самом деле все будут деньги и в том числе не только еще 8 прозят на вас кезжание они что не содержат налоги все а и деньги пододеваются на счастье сейчас и хорошо очень хорошая тема на кого только на выпиши получается это 38 процента хватит первое это будет касаться не только национальных общей но еще и международных алиса сегодня один из его очень день имеет придачу в законе есть так как русские на страны а есть языки которые применяются в евросоюзе а имеет преимущество относительно устра а теперь ваш вопрос мы тоже дать налоги я понял конечно все мы почему вы на этот на эту проблему смотрите именно так мы тоже платим налоги вы предлагаете налоги разделись между национальными общинами я не предлагаю разделить налоги но дело в том что международных есть понятие то есть содержание вот этого вот два три момента 1 существование культурные как бы обществе какой-то людей не менее 100 лет если считается что 100 лет это почему то что если в третьем поколении они ассимилировались вот так во франции например русские больше то есть запрос на этот на культурные запросы до вопросов по финансированию получения государства плюс образование прочего то есть о них нет практически в третьем поколении исчезли русские существует второй если их 20 и более процентов то есть как ты 5 на руководитель то есть есть база для содержания этого понимаете когда там говорят что все равны я согласен в культурном плане так но если кто запрашивает их 5 человек они запрашивают себе права экономическом плане содержание школы всего остального то понятно что это тяжело но есть и 20 процентов то каждая из них является в государстве пятом платить лично то есть и финансовая база для содержания культурной обществе она не мешает основной нации это общепринятые законы которые существуют в польше словакии по моему 100 и 20 то есть и кнопок это принято поэтому здесь я про это имел ввиду не то что я упрекаю у кого-то я делю деньги не пытаюсь кого-то что-то нет я имею ввиду что так как русскоязычный они практически иногда воспринимается как и русский 38 процентов только на мическое база не вкладывает государство они имеют возможность тоже получать на свое это культурные как говорится развитие в том числе и школы то это не противоречит тому что я вам говорил это не судно не противоречит если государство есть возможность выделять средства на поддержание других национальных общин почему бы нет но это но это нет для этого нужно не только возможность но и желание но это не отменяет желание побоимся за организацию пожелания а но это не отменяет обязательного школьного образования вот почему-то вы против этого и все остальное будет необязательно что не образование это уже ваше преимущество это и от души или от интереса за языки а то сразу предусматриваться вы поймите право вы государство не может создать закон обязательное образование на русском взятого образования на украинском за обязательно никто и не говорит образование на русском на украинском дело в том что на русский язык на сегодняшний день украинский язык на сегодняшний существует русская на и поиска национальная школа есть ну а чем без вам проблема что там мало изучают русского языка нет не в этом проблемы а вы предлагаете полностью образование на русском языке я предлагаю вернуться к варианту 2004 года который всех устраивал кого не устраиваю этот вариант все говорили что не не знает вы же все время поите за ватышский язык его них не знают не знать но сейчас же все знают ватышский язык и зачем вам дальше давайте почему почему вы сдергиваете тот компромисс который был достиг зачем нам вы исправили в условный павая который всех устраивает во первых противника в латвийской государственности ни один вариант никогда не устраивать противника ватвийских государствах что это такие сформулируйте пожалуйста если хотите да я были люди всегда которые боролись вот основу государственности что является основой государственности вашем понимании мы уйдем опять от тем нету не подозревали больше христианских то есть рабочих христианских попроще всегда были люди против того чтобы латвия делилась теперь не всегда были люди против против восстановления называемого капитализма всегда были люди против того чтобы власть от компании отнять и устроить демократию всегда были люди против того чтобы изучать латвийский язык против 50 на 50 тоже были демонстрации и все вот это такое прочее сейчас сто процентов и то же самое сейчас сегодняшний постоянный если кто-то против капитализма есть но они есть и среди латышей и не латыши правильно в другом случае вы на мы делимся не не полосами присыпания а помышлению что автором возле второго латвийского языка я не знаю таких людей которые против латвийского языка я не знаю и в русской общине я не закончил опять-таки мысль образование 50 на 50 это было именно из мой танк соображений при серое решение 50 на 50 не 60 на 40 это не не снил это суть из каких соображений из гуманных соображений а почему же гуманность потерялась для переходного периода а почему тогда это не сказали флотный период минуточку тогда не рассказано постепенно общество должно погружаться куда в эту пучину латышеского языка постепенно я вам скажу она сейчас упрекают а почему 30 лет назад сразу бы не перевели на волне подъема все вы заткнулись и вот тишина могло быть такое согласно все они мягко стелят они они на русский язык переходили все 50 лет советской власти добровольно они сейчас переходный период устроили но борцы против основ государственности проигрывая одну позицию всегда на в чем основа государственности если вы имеете на пенамбулу которая поставила что типа есть в артическая нация и прочий народ то есть во главе государства этого артическая нация остальные это это полностью меняет конституцию двадцатого года где было написано что основе является народ в ответ без выделения в отече нации то есть 20 году часто и все остальные ученицы собрания приняли а два вот в двенадцатом году когда тут у нас прямо было принято дело то что вы поймете правильно это уже другая республика уважаемый господин это другая республика то есть преамбу изменила конституцию двадцатого года потому что сейчас и конституционный суд и все и высылаетесь на прям вы не на конституцию срываетесь прошла за прям был прошел и вот это как ни странно изменила потому что например во франции сейчас пятая республика потому что там меняли цель сюда и я считаю что на сегодняшний день у нас не та республика которая была задумана основателями а совсем другая республика потому что сейчас вообще про конституцию не вспоминать с кем не поговорить все прям уговорили и вы только нет потому что я рефлексиваю на вашу можно слава тезис можно слава чего это мы изменили вас а что у нас было голосование у нас был референдум по изменению конституции у нас автор снова референдум что мы согласны с изменением ее или 100 человек приняли и все изменили характер более структуре атмосфер прошу слова уважаемый господин соколов уважаемый господин дакс я хочу обратиться к зрителям они меня видят сейчас да что-то камера в стороне видят уважаемый господин соколов и уважаемые зрители я удивляюсь как вы читали ту же преамбулу там не сказано создать условия для сохранения в веках латышской нации это где вы имеете прямо ли да а я по конституцию там приоритет для латышского языка и культуры и благосостояния свободы и права человека для всего населения латвии повторяю это один повторяю разрешить повторить приоритет для языка латышского и культуры безусловный приоритет по всей территории но равные возможности развития права экономическое развитие благосостояние там есть такие слова для всего народа на слов когда я сейчас слышу современный наш язык не воспринимаю советское время вот этих красивых красивых слов написано вы почитайте конституцию тридцать шестого года стали на что там на из минутку давайте чтобы вы на самом деле давайте сегодня мы вернулись к этой советской действительности когда мы пишем одно думаем другое делаем третье давайте не разбрасываться я не раз я правильно трактовал а я вот давайте придем к одному к одному мы не придем сейчас во главе стоит не нация не люди национальности хорошо давайте нету когда мы уже говорили прошлый раз нету я тоже я тоже процитировал прям первая реалитет для культуры минуты права и местами для себя минуточку дело в том что через пять минут мы даже заканчиваем далее спасибо дагу и хребят музей это единство территории от свободы для того чтобы мы не были голословны есть все юридические документы мы должны читать в оригинале мы сейчас спорим о преамуле то мы должны положить перед собой и срываться я срывался на дуста ты этого я я тоже самое дело в том что дополнение конституции по правам человека хотели вести в свое время даже сейчас после восстановления независимости да но потом это после долгих споров это продолжение не получилось пара человека эти помните хотя что 12 статья даже основного закона неприятного там упоминается тоже права но мы упоминание только старалась и мы все это в самом же про русской культуре и русской общине было только упоминать а в латвии через несколько лет я хотел бы оставаться фиксирую все-таки этот момент что приоритет у культуры у языка но никакого приоритета у людей разных национальностей никакого приоритета и благосостояние культуры всего лишь будет отдельно людей он мифический идеальный он уже деятели как это приоритете то есть а людей нет вы поймете правильно люди овладевшие этим языком язык не идеален язык уникален уникален согласен с вами на минуточку люди овладевшие языком и будут чувствовать себя равными не только по закону но и фактически для этого для этого государства и ввело обязательное школьное образование на государственном языке для равенства всех людей а плюс сохранить свою интенсивность надо прилагать дополнительные усилия дополнительное финансирование и в этом я и вас поддержу и в фонаре найдутся люди за выделение этого я вам скажу честно откровенно на сегодняшний день я не вижу этого всего я вам честно давайте давайте потому что понимаете в чем дело вот молоточек вышел и говорит что язык не идеален он не калит то есть в адресе язык уникален каждый из гулигали да но все равно даже вот в том что он сказал уже был как подтягиваться что он подразумевал под этим не конечно понимаете в чем дело а про русских ватвии русский язык ватвии которых штрафиками мы это не это не не ценность ватве это там россия там есть русские пусть они там а эти русские а какие-то русские теперь ватвии кто они вот кто они понимаете я понимаю что каждый раз будет нормально для человека рада за свою уникальность нам не может же человек проживая любой точке мира создать для себя свое национальное государство для них тоже не против тоже и не против никто и всегда будет вы знаете как говорится вот я не помню кто игре всегда говорит какого-то как бы это был наши стрельбы ватвии что он сказал суда насколько старый звезды златы живауда то есть не надо такой плохой палкой загонять ватвии понимаете можешь и по-разному вот сейчас что значит открытая ватвии сейчас это все стало модно говорится что это такое открытая латвийская разрешите покритикую нашего президента ну нет я я тоже не хочу но переводчики переводчики когда он сказал что дорога в латышность открыто он рассказал по латышески латвийскус а в русском языке существует два слова латышкость и латвийскость вот при переводе кто-то должен был это учесть так нет же ведь приписали президенту слова будто бы он всех хочет загнать в латыши он в латвийцы всех приглашал в латвийцы кто-то а полусова письма греши вот ранее сказал 29 готова от вещи и первой республики в от вещи выводились во что или тот как он же не в две коннотации отрицательный в отличие для те считались который не ватыш очень стать хочет вот и шоу и на вниз не совместного пишет автор это тот ватыш который пытается все это уже нас меньшинствами тоже не настоящий модель и в отмече в тридцатых годов исчезла опять же у нас сейчас есть но я не слышу в отмече что применять на схемах и я есть есть латишь на латышнинске но его не славится в отверстие этого тридцать переводе но его в ответ здесь только в отмечении слышал честно говоря ну так вот видите билла латвийцы в переводе те же самые латиши да а ведь перевели у нас в дельфи я читал это ваша ошибка это ваша ошибка но у нас есть еще о чем поговорить даже не разрушили свои чего говорить о том чтобы не способны царствовать вы знаете я хочу сказать минуточку я хочу закончить эту мысль знаете о чем бисмар в свое время почитав капиталу все остальное он сказал если вы хотите построить социализм выберите страну которую не жалко понимаете в чем дело это конечно жалко естественно я здесь живу значит мы найдем моя земля я думаю даже найдем общий язык сохраним русский и не только русские у нас много национальных общений я чем хочу вот закинуть такую на будущее вас не уделяет такой то обстоятельство что в латвии проживают масса людей асси имена ассимилированных русской культурой людей разных национальности если вы пиши даже ассимилированные русской культурой которые всю жизнь жили в матрии понимаете а почему вы боитесь что через несколько поколений появятся люди ассимилированные русским языком я не боюсь этого все должно быть естественно что всю жизнь человек прожил в матрии является техническим утешу но он уже русскоязычный поймите правильно не выезжали я еще раз говорю я еще раз все должно происходить естественным путем а вы хотите делать это с при амбурами аниверситативного правлением и все наше разрождение естественным путем малый народ язык малого народа не сохранишь как есть уже сколько принято законов и все очень продолжает уже меня таки правильно теперь только остается понять правильность справедливость законодатель законность этих законов когда когда это обсуждалось нас меньшинство когда принималось вся законность в этом заключается не просто надо бежать вернемся к этому вернемся обязательно спасибо большое спасибо вам спасибо спасибо к и пянатолу будем жить всего доброго всего доброго ну так мы каждый троник или через троник ну смотрите как у вас не обижайтесь лучше по чесноку как говорится похоже у меня присутствует день после четырех может также около часу когда как фута как будет возможно до 11 тогда получать сейчас 4 плюс 7 11 все это побегу простите и большое спасибо спасибо большое спасибо это вы простите завтра